Наконец-то, друзья, кульминация сегодняшнего дня, на этот раз уже точно финал, вот, и в финале столкнуться, как нам посоветовали в чате, игрок под ником Решил, который, кажется, на самом деле читается как Решель, вот, ну и Руслан, который победоносно последние две игры на стриме показывал, чего он стоит. Что интересно, не банит чернокнижника у нас Руслан, то есть мы увидим Лока, и давай посмотрим, Лена, что это у нас за Лок. Ну, а Решель, она... Да, нам подсказали тут, что Решель, это девушка. Ну, это ничего не меняет, по факту, то есть... Интересно просто. Девушка парень. Первый раз на нашем турнире девушка дошла до финала. Откуда мы знаем, может быть, какие-то другие игроки тоже были девушками, просто не писали об этом в чате, это же вещь такая. Ладно, ну ладно, возвращаемся. Тут у нас мы увидим Биг Спелл Мага от Руслана против контроль чернокнижника от Решель. И я даже не знаю, кто должен иметь преимущество, но по идее, наверное, должен победить Маг за счет того, что у него есть превращение. Если он сможет найти оба превращения на обоих Повелителей Бездны, по идее, он должен побеждать, поскольку тогда ни Гоудан, ни Нинзот, какого-то вэлью сильного не дадут. Ну, вот мне так кажется. Ну, на самом деле, может и Лок задавить. Да, помимо Повелителей Бездны еще есть Рин, которую по-хорошему бы тоже превратить. Ну, да, да. Рин, наверное, даже опаснее, если подумать. И поэтому тогда остается один Повелитель Бездны. Ну, да, да, да. А с ДК это будет два Повелителя Бездны для Нинзота уже. Петроглифа, к сожалению, в колоде у Руслана нет, поэтому, ну, да, да. Получается, что по идее тут что-то одно. Ну, тут надо выбирать, думать. Слушай, ну, наверное, все-таки Рин опаснее, я вот сейчас думаю, то есть... Ну, если получится ее даже скрутить, хорошо. Типа, 3-9 не настолько большое давление на тебя оказывает, не настолько много урона носит, а вот без карт в колоде сидеть не хочется. Да, выигрывать не получится. Поэтому, наверное, все-таки стоит один на Рин. Но тут заходит Пакт. И я бы на месте Лока играла Рин сразу с Пактом. Да, да. На шестом ходу. Ты права, я думаю. Ну, посмотрим, хватит ли у Ришель решимости и смекалки для того, чтобы сделать этот ход. Что интересно, Ришель, ну, одна из многих, кто у нас сегодня в легенде на турнире, но она единственная, у кого легенда взята в вольном режиме, который... А вдруг у нее легенда взята и в стандарте? Мне кажется, показывают в первую очередь в стандарте, а потом... Ну, я не уверен, я не уверен. Мне кажется, показывают, где ты ее в последний раз был. Ну, не знаю. Ну, я вот тоже не знаю. В общем, если кто-то знает, в чате напишите, потому что... Да, не приходилось там встречаться с двумя легендами. Я как-то ни разу не брал легенду в обоих режимах. Я, в принципе, в вольный вообще не играл. И единственное, знаешь, создавал колоду из 30 мурлоков и играл квест, когда типа разыграть там 50 мурлоков. Или сколько на 100 голды было, я вот... Это единственное, когда игра в вольный. Так, ну, а тут тем временем у нас повелитель... Не повелитель, разрушитель чар. На Вестника Рока наложен. На второй Вестника Рока. И, кстати... А я, слушай, я не знаю, а... А сейчас Ирина через монетку идеальна, смотри. Да, 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 зачем вообще играть? И не надо тратить пакт на нее. Я к тому, что зачем было здесь играть Вестника Рока? Что хочет получить маг? То есть ты играешь Вестника Рока, когда хочешь преимущество по темпу получить. А по факту я думаю, что Чернокнижник теперь выиграл из-за этого Вестника Рока. Да, просто получилось. Ну, надо же, говорит Руслан, и я думаю, он все прекрасно осознает. Давление на Чернокнижника у него не хватит ресурсов столько оказывать, чтобы Чернокнижник не разыгрывал печати. Соответственно... Вот он думает. Видимо, обдумывает над тем, чтобы, может быть, начать следующую игру. Может быть, вполне, да. Потому что хода сейчас... И следующего, в принципе-то, по сути, нет. А тут пойдут уже печати. Честно, мне нравится. Вот Рин одна из... В плане гейммеханик, одна из самых крутых из тех, что придумали Близзы за последнее время. То есть она почти всегда в 100% работает. То есть если ты можешь все это разыграть, как правило, ты выигрываешь игру. Это момент А. И момент Б, она достаточно легко контрится. То есть она не балансная. Ты ее можешь захиксовать, украсть, засайлентить. Ну, какие-то другие эффекты. Это вот, ну, на мой взгляд, очень крутой дизайн-карт. Почаще бы делали Близзы вот такие интересные рабочие карты, а не там каких-нибудь, знаешь... Добавляли ДК, когда есть раза в игре. Ну да. И получалась там какая-то грязь вообще невероятная. 50-60 дэмэджа за ход. Просто так. Два пакта в руке. Вообще у Варлок, конечно, все хорошо. Слушай, да все здорово. Она почти на полном здоровье. Она может в ход по печати разыгрывать. А к 10-м она сможет разыграть как раз 2, если я правильно считаю, и как раз Азари. 3-3, из нее 4-4. Нет, на 10-м она как раз Азари сможет разыграть. Разве? Смотри. 3-я, потом 4-я на 9-м. Нет, на 10-м она сможет... Не хватит. Ей придется сыграть последнюю эту. На 11-м ходу. Да-да-да, на 11-м сможет только Азари сделать. Слушай, ну я бы на месте мага реально сдался уже, если честно. Я не знаю, что может... Я тоже не вижу, как маг может камбэкнуть. Если учесть, что скоро у него просто сгорит карлода. У него в руке нет особо каких-то сильных карт, которыми он бы мог затащить, даже если колода сгорит. Да, таунт и на выбор, конечно, самый лучший в игре. Без разницы. Ну можно гризлистали меха взять. Ну он самый оптимальный. Просто ресурс... О, второй метеорит подряд. Экстраза в лицо, где-то мы это уже видели. Да, только нету дэмэджа в лицо. Да-да-да. Экстраза. Еще печать, я думаю, сейчас пойдет. Можно ликтлена, например, выкинуть просто. Либо можно сейчас пропустить ход с печатью, поставить, например, Повелителя Бездны, а потом две печати подряд, а потом Азари. Да, тоже, кстати, хороший вариант, действительно. Потому что все равно, в любом случае, она не сможет сыграть Азари на следующий ход. Значит, сейчас нет нужды, в принципе, играть в печать. А вот Повелитель Бездны точно впитает урон от Элекстразы. Я думаю, Повелитель Бездны впитает кекс. Ну да, мы-то это знаем. Ну, тем не менее. Ну, посмотрим, что выберет Ришель. Умный факт. Почему-то боится урона Ришель. Ну, не знаю. А почему? Я тоже не знаю. У Мага же, ну, по факту, практически нет. Ну, здесь Медив. Кроме Медива, что еще? Медив хоть какое-то давление оказывает. Тем временем, кстати, 17 здоровья у Мага и 8 урона на столе у Чернокнижника. То есть, по сути, тут гроши какие-то добить. Ну что? Так, вместе с печатью Азари сыграть не получится. Поэтому... Поэтому... Малая Медива просто. Окей. Малая Медива тоже неплохо. И на 3 в лицо, да. А можно вообще-то через Ликтлена. Да, 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 и на 5 в лицо. Это даже приятнее с точки зрения оказанного давления получается. Что-то невероятное может спасти Мага. Я даже не знаю, что. Дисконнект. Сейчас смотри, айсблок и... Ну, ладно, потолнины просторы. Так и везет в какой-то степени призывать. Еще, кстати, ни одного айсблока не сходило. За 7, кстати, противные существа. Да. Противные существа за 7. Не обращай на меня внимания. Ну, тут Азари. Так, и у Морлока нет колода. Минус Алана, минус Джайна, минус игра. У меня кончились карты. У меня кончились карты. Просто нечему. Гоу, Морлока. Там еще будет ДК, еще будет Хилиц. Поэтому, дорогие друзья, не ставьте думсейеров просто так на стол, если нет какой-то на это необходимости. Потому что вот только это стоило игры магу. Так бы он вполне мог побороться. У него есть полиморфы. Ну, при вращении он мог много чего полезного сделать. Не, ну, все равно Азари когда бы пошла, ну, на ход позже. Ну, да. Ну, понимаешь, во-первых, может быть, Решель бы пожадничала темный пакт. Кто знает. Я думаю, вряд ли. Во-вторых, ну, какие-то еще могли сыграть моменты. Ну, в общем-то, все. Не тяни время, Руслан. А, это финал тут. В этой игре уж точно. Это последнее существо, которое ты можешь сыграть. Решель прекрасно знает, какая есть колода. В смысле, какие карты, поскольку она видит, видела, что сгорело, когда когда был сыгран Азари, он показывает все уничтожные карты. Есть еще он золот, есть еще демоны. Все, наконец-то. Решил время не тянуть Руслан. И мы стремительно продвигаемся к второй игре в серии. Это будет прист у нас от Решель против... Ну, либо Руслановского приста, в свою очередь, либо, конечно, опять мы увидим мага. Что там за прист? Решель. Биг прист. Тоже с нечто из Янтаря. Слушай, мы что-то упускаем. Может, это как-то суперпопулярный сборок. Потому что какое-то время не было этих нечит. А тут их опять вставало много. В смысле, тоже. Мы, по-моему, вот это решили. По-моему, мы... А, это и была ее игра, да. Вполне возможно. Да-да-да-да-да. Точно. Потому что это под вечер подустали уже, путаемся в играх. Я уже с утра был подуставший. Ну, кто же в этом виноват? Ну, да. Тоже верно. Ну, что, посмотрим, закончится ли этот матч победой безоговорочной решили со счетом 2-0? Либо Руслан сможет как минимум свести счет до ничьей временной. Узнаем это уже совсем скоро. Биг Прист против Мага. Прямо таки сейчас. Знаешь, вот, вот, знаешь, вот, если перечислять отвратительные чувства, которые ты можешь испытывать, это там, типа, знаешь, как ночью удариться там мизинчиком об какую-нибудь часть. Вот. Знаешь, вот, отвратительнейшее чувство, когда твой оппонент на Биг Присте играет Барнса, с него что-то призывается, и у тебя в руке лежит хекс. И тебе очень не хочется хексовать существо 1-1. Потому что ты знаешь, что у него еще будут жирные какие-нибудь другие существа, которые тебе придется хексовать. И вот это вот просто худшее чувство на свете. Серьезно. Это да. Это да. Ну, тут и шарадж вообще в стартовой руке тоже, по-моему, не из приятных чувств. два существа из, скольки там, из пяти получается в стартовой руке. В принципе, это неплохо для мага. Сейчас посмотрим. Которые бы по-хорошему можно было призвать или 5-5, или с Барнса. И шарадж вообще лучший во многих ситуациях в плане, вот, если его призывать с Барнса или с Копи, поскольку помимо себя самого он призовет еще что-то. Еще и ДК пришел. Что-то у Преста, конечно, заход не хороший. Хотя могу, опять же, нечем пока что бить Преста. Да и особо не будет. Да и Престу некуда торопиться. Этот маг исключительно контрольный. То есть... Что он тебе может позволить подождать спокойно? Ментальный крик. Степенная такая игра, неспешная, никто никуда не торопится. Презапропуск. Захил лица. Ну, Пожиратель секретов, наверное, сейчас будут разы. Хотя, а, ну подожди, там у этого Биг Преста нету слова... А, нет, есть слова Тьмы Боль. То есть, если сыграть Пожирателя секретов, то все три существа могли погибнуть от Тьмы Боль. Просто смыленной Страш на стол. Очень много урона у мага на столе. Четыре. Приз большой опасности. Тьмы избивает приз, да? Вот, кстати, хорошая карта, которую иметь в руке очень полезно. Да, только еще бы что-то не Не, ну я к тому, что, типа, ты когда вот сейчас начнешь разыгрывать заклинание, она у тебя хотя бы пробафается. Сколько там надо заклинание разыграть? Три или четыре? Четыре. Ну, то есть восемь заклинаний, чтобы до максимума полный потенциал раскрыть. Как интересно, вот, Руслан не боится дроваться, потому что ну, вполне ведь возможно, что игра дойдет до фатега. Мне кажется. Решил побыстрее, может, найти какую-то джайну. Наверное, да. Даже упырь, в принципе, будет хорош, потому что сожжет несколько заклинаний за единичку. Что там? Гномозелье. Только гномозелье одно и все. Ну, только гномозелье это комбинация под зачистку. В принципе, это тоже полезно. Против мага нечем, нечего зачищать такой комбинацией, кроме упыря. Все. А элементали из джайны? А ну и не. То есть, в поздней стадии игры это очень отличная зачистка от элементалей. Я не раз на это натыкался. Знаешь, только надеваю, надеваю элементалей. Ну все. Игра под моим контролем. Есть еще ментальный крик. Да, но ментальный крик отсрочивает. Что, что, играть крысу против приста ты точно не хочешь. Да. Биг приста. Нет, зачем? А ну он с Хитсом будет играть. А, ну да, если только с превращением, потому что иначе. Просто превращать. Или не будет? Давай, на яйцах, Руслан. Отважный ход. И ехала или не ехала? Наверное, леча будешь. Для кого? Для мага. Почему? Так, ну все-таки решает потерпеть. Не решился, наход с крысы и возможно он прав. Не могу тут гарантировать, но в принципе превращение в любом случае полезно. Так, ну вот все меньше и меньше существ в колоде остается у приста. Осталась и зера и вторая обсидиановая статуя. Да, заходят существа, не везет немного. Ментальный крик. Всякую ерунду замешивает в колоду. Весник рука. Нормально в принципе. То есть восьмой дроп какой-то сейчас не сыграть. Да, впереди нужно пропускать ход. Может что-то нужно раскопать с темных видений? Я думаю ДК можно было сейчас. Не, а может быть раскопать с темных видений знаешь в воскрешении вот это или шестерку не в воскрешении у нас ничего не умирало скорее шестерка которая опять пять призовет. например. Он решил в следующем ходе раскопать и резнуть. Это конечно кобыла должна быть. Думаю в следующем ходе он решил раскопать и резнуть. Она раскопать и резнуть. Дина новой. Погибает первое существо депреста и это очень-очень у нас здорово. Второго весника рога пока нет. Медив у нас со стороны мага. В принципе никакая угроза на которую тоже нужно отвечать. Можно сейчас действительно раскопать воскрешение. Оно может конечно не выпасть. то есть есть достаточно заклинаний которые могут заблочить это. Но если выпадет то это идеально потому что ты раскапываешь воскрешаешь и сломать тьму и смерть еще убиваешь. А можно поставить просто статую? Там на самом деле два варианта раскопки. Есть еще спелл который 5-5 призовет то есть колон тоже может призваться и зеро она знаешь как бы такое не ну смысле что она напрямую давление на допустим на медива не оказывает так ну вот собственно используется ретер смерти для того чтобы убить медива и больше лечиться кроме как средним делем лечения приз не сможет то есть это какой-то плюс для мага только бить пока что да но он в свою очередь конечно с рукой полной ничего несколько таунтов выходят на стол давление минимальное может оказывать маг на биг приста и я не очень опытный в этом матчапе в плане того что я не могу сказать кто должен побеждать а кто нет ну и вот решили просто ставят и шараджа уйдет изера да нет еще статуя одна осталась ну и барнс да и барнс второй раз за сегодня у нас сша раньше утягивает барнс по-моему причем это тоже было в игре решили я не ошибаюсь это и не помешало тогда да потому что но это какой-то степени даже лучше то есть ты нивелируешь шансы на то чтобы там 5-5 копий у барнса призвать да ну а здесь 5-5 лучше смотри вот эта комбинация то есть объятие тьмы плюс круг исцеления и например лич кинг как тебе отлично по мне это вообще отлично типа останется 1-1 смоленой страшный пускай он абсолютно ничего делает как и лицу есть превращение конечно у руслана да не факт просмотр хорошая ну не факт может и использовать тут как бы непонятно лич кинг достаточно опасная карта с той точки зрения что он постоянно генерирует ресурсы но не тратит экономит до последнего боится наверное кого ну в смысле на кого солид первую очередь наверное на изеру да и на все по сути все остальные уже умерли кто мог умереть обсиньяновая статуя умерла и шарадж умер изера не умирала раскопать раскопать копии хила кстати больше уже решили не сможет потому что оба хила зашли ей в руку но можно например фростморном убить смоленого стража и слово тьмы боль использовать против вот вот этого как его зовут то змей какой-то алый монозмей вот да такой собственно ход она и выбирает и несмотря на то что она в принципе просела по хп мы с вами знаем что у мега давление нулевое ему нужно джайна как можно быстрее чтобы хоть какое-то давление оказывать из нюх из нюх из нюх из нюх дождался своего часа в принципе да да слушай я вот знаешь чем дальше тем больше думаю вот может тогда все-таки стоило разыграть крысу и хексануть чтобы там не вылез возможно стоило вот тоже неизвестно как оба игра ну приста очень медленно так ну вот ничего суперполезного вообще как же не повезло с этой раскопкой 3 спыла вот самых неудачных хотя там еще два воскрешения две шестерки а так много полезного это ты помнишь когда предлагал раскопать я сказал что может и не прокнуть но вот собственно и не прокнуло это ты сглазил да нет это просто статистика ну не всегда же не прокает нет я не говорю что сто процентов не прокнет я говорю может не прокнуть потому что много заклинаний в колоде реально то есть например почему предпочитают как можно меньше различных вариаций заклинаний иметь в колоде как раз для этого чтобы раскапывать то что нужно например вот сейчас какая есть колода контроль пресна там знаешь сколько заклинаний там зелье безумия зелье драконьего огня мейнт контроль это вот по две копии и одна копия лечения и этого хватает чтобы как раз раскапывать то что тебе необходимо потому что ты знаешь что тебе нужно найти и ты как раз это можешь найти к слову оберег сейчас восхитительно сработает потому что как раз три существа разных умирал и шарадж король лич и обсидианная статуя больше никто не умирал хочет а хочет четыре существа так а по-моему четвертый не умирала и или 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 умирала а ну парнис парнис да дратути вот ты не отдал превращение ни наличанин и шараджа треснутая овечка я слышал намного менее страшна чем да и еще но здесь конечно я думаю превращение отдавать уже не стоит здесь нужно вот пораньше бы вот эту карту да здесь нужно помаленьку через ауешки как-то стол зачистить крыса крыса лариса лизард следующий ход можно попробовать как ее называют ярость дракона или ярость дракона неплохое ярость дракона да учитывая что у него божественный щит ну типа не сильно на самом деле прям решит так слово тьмы смерть надо подумать может нас сначала обилку прожать а потом слово тьмы да надо подумать план на ход что что-то еще захочешь играть навряд ли она вообще что-то будет играть а поэтому может быть слово тьмы боль как бы единственное что еще да да на самом деле мы-то прекрасно понимаем что очень большой шанс того что не хватит урона у ярости дракона зачистить стол потому что там смотри ну не так много заклинаний с семью этими осталось у него осталось два портала огненных просторов да там конечно поменьше риснется там еще одно заклинание надо разыграть и риснется например хватка смерти да и украсть там алекстразу или алану что ну вот так да вот если бы буквально вот когда руслан постоянно пропускал ходы у него было бы сейчас джайна он был бы в разы лучшем состоянии чем на текущий момент посмотрим что крадет алекстраза изи приятненько и еще трех существ повезло в принципе повезло магу я имею ввиду а решили конечно не повезло так в колоде существ больше не осталось эзер кстати после только разговора про эзеру а ее нету эзер ну я балбес извиняюсь я привык что он есть всегда что это прям супер стандартная карта в колоде бикпреста удивительно так ну что можно слушай подожди я правильно понимаю что раз нет эзеры а нет все 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 я хотел сказать что не осталось тогда угроз у решили но потом вспомню что есть карта которая воскрешает ну ее сейчас можно на воскрешать кого-то там типа короля лича например или ну может быть и шараджа поскольку он жирный такой ну вот заходит тучь на стене которая никого не призовет заходит слово тьмы ужас которым можно убить служителя боли а смотри она говорит типа я это раза приз прикольно так значит если юзнуть джайну все равно умирает значит единственное что спасает это наверное да магический бронник плюс метеорит уже мог убить двоих существ да руслан не хватит же урону добить оброне что или подожди или хватает да хватает из-за того что руслан не убил вот этого смоленого стража идеально хватает урона ну что поздравляем решили с победой слышишь как обидно сейчас руслану то есть если он на стриме я думаю это посмотрит и поймет что если бы убивал смоленого не знаю зачем он его оставил то то не умирал бы не то чтобы выиграл но не умирал ну а решили поздравляю я не знаю первая ли это девушка которая выигрывает наши турниры но скорее всего да СГО ХС Кап номер 30 уходит ей в копилку с чем мы ее искренне поздравляем надеюсь она будет приходить на наш следующий турнир и позовет своих знакомых друзей чтобы у нас было больше зрителей на трансляции с вами целый день был Игорь Протагонист и Елена Миспанк заходите к нам в группу вступайте смотрите повторы матчей смотрите наши личные стримы слушайте хорошую музыку участвуйте в наших турнирах каждую неделю по воскресеньям и пейте чай если вам холодно до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...